Мы вышли в эфир, и все ли меня слышат? Потому что были вопросы в чате о проблеме со звуком. Вроде бы все разрешилось. Замечательно. Добрый вечер, добрый день, доброе утро Всем замечательным людям со всего мира Я вижу, как много человек и из США, и из Латвии, и из Польши И я уверен, здесь есть люди наверняка с каждого континента Меня зовут доктор Колин Робертсон Я один из научных экспертов в Зинзино И для меня огромная радость быть среди вас в этот день Это планировалось как возможность собрать людей вместе, которые реально работают И несут перемены в мире относительно здоровья Почему мы хотели собрать такую общность людей вместе? Это потому что мы все поступаем по-другому, чем те люди, которые просто покупают продукты здоровья для себя Мы же постоянно получаем вопросы Мы не только заботимся о себе, о своих семьях, но мы стараемся изменить весь мир Поэтому мы в постоянном пост поиске информации Мы меняем жизнь людей вокруг нас И поэтому таким образом меняем общество То есть мы смотрим на все это по-другому Нам интересно, какие есть исследования Мы хотим получать самую новую информацию И мы хотим знать, насколько мы можем доверять тому, что нам говорят И тому, чем мы занимаемся И 100%, когда это касается питания Потому что я бы сказал, что за последние 40, 50, 60 лет Дискурс, который идет о питании, о выборе питания в нашем веке Очень сильно негативно извращался И среднему человеку было довольно трудно получить простую информацию Что же самое лучшее они могут делать А я убежден, что вы не просто то, что вы едите Вы то, что вы поглощаете И в корне здоровья, в корне качества жизни Находится качество питания человека И насколько хороший выбор он делает в большинстве случаев Так что это замечательно, чтобы все собрались здесь с нами На сегодняшнюю сессию И мы на самом деле начинаем сразу со взлета Мы пытаемся собрать самых лучших людей Которые расскажут, какой работой они занимаются Какая информация им доступна Мы на самом деле начинаем уже с высокого уровня И для меня огромная привилегия И честь представить всем вам Там, где вы находитесь Легенду Человека-легенду Ола Эйда Есть люди, которые меняли питание по всему миру По-разному И для меня Оле один из тех Кто на самом деле принес грандиозные перемены А что еще важнее Очень сильно изменил мышление людей О выборе продуктов питания И поскольку эта сессия не обо мне А точно об Оле Так что хочу поприветствовать Оле И попросить его выступить перед вами И поделиться частью своего профессионального гения Я бы сказал И чтобы он дал вам ту информацию Над чем он работал И помним, что это встреча, в которой есть чат Я не буду перебивать Оле Когда он будет проводить презентацию Но если на самом деле у вас есть какой-то серьезный вопрос Запишите в чат Я постараюсь выбрать вопросы И затем в конце, к заключению Мы постараемся ответить на некоторые вопросы И наверняка у меня тоже возникнут собственные вопросы Но вся суть этого собрания Чтобы мы были вместе И сейчас я хочу передать слово Оле Чтобы мы все могли воспользоваться тем С чем он может поделиться Спасибо, Оле Спасибо, Колин Я сейчас постараюсь поделиться с вами экраном Так хорошо будет? Вы теперь видите презентацию? Да, мы видим ваши слайды Хорошо, прошу прощения За такое неловкое начало Это не моя самая большая компетенция Справляться с Zoom Но давайте перейдем к тому, о чем я много знаю А это концепция Balance Oil И сегодняшняя тема презентации Касается этой концепции Я расскажу вам об истории развития О доказательстве концепции О пользе и о научном обосновании Мы это все услышим в презентации Давайте начнем с истории развития И оригинальная концепция Balance Oil Для маркетинга была готова в 2010 году Ее разработала норвежская компания Bioactive Foods Директором которой я и являюсь И эта концепция состояла из трех частей В первую очередь это анализ баланса Это лабораторный анализ Где отчетность говорит о рекомендациях И затем пищевая поддержка Как вы видите, здесь написаны все даты И вы видите, в какие годы Эти три элемента были разработаны Это не произошло одновременно И не в таком порядке Поэтому рассмотрим историю И в истории первым был Balance Oil И посмотрим, ради чего он был разработан Balance Oil Это смесь Рафинированного, очищенного рыбьего жира И масло холодного отжима из оливок сорта Piqual И ради чего мы разработали этот продукт Мы старались подойти как можно ближе К рыбьему жиру натуральному Как он находится в рыбе А не к такому, как это обычно сейчас Очень сильно рафинированный и очищенный рыбий жир Почему? Потому что есть две причины На сегодня Есть проблема загрязнения Эта проблема есть у жирной рыбы И согласно европейскому законодательству Требуется очищать любой рыбий жир Извлеченный или произведенный из рыбы Прежде чем его смогут употреблять люди Но когда мы очищаем рыбий жир То он теряет запах и вкус Если это правильно сделать И будет содержать примерно 30% омега-3 Но рафинированный рыбий жир Также очищается от других биоактивных компонентов То есть это витамины жирорастворимые Антиоксиданты и противовоспалительные компоненты Особенно флоротанины теряются во время очищения Флоротанины обычно идут вместе с омега-3 Из растительности в рыбу и потом в человека Это очень важная составляющая Но сегодня для того, чтобы стабилизировать Очищенный и рафинированный рыбий жир Добавляют витамины, антиоксиданты Например, смесь токоферолов В этот рафинированный рыбий жир Но важные флоротанины невозможно добавить Из-за того, что у них низкая доступность, а также ужасный вкус Ола, могу я перебить вас на секундочку? Люди говорят, что презентация, к сожалению, не на полный экран Я прошу прощения, что я перебиваю Так вот будет хорошо? Да, теперь выглядит замечательно Я думаю, что история по поводу очищения рыбьего жира в качестве проблемы Я вам уже рассказал Но что нам пришлось сделать? Поскольку есть потерянные компоненты Можно их вернуть Большинство из них можно вернуть в рыбий жир Но важные флоротанины, которые стабилизируют рыбий жир Невозможно вернуть из-за доступности и вкуса И нужно было искать другие варианты И один из других вариантов Это когда есть оливковое масло первого холодного отжима То тогда не нужно его рафинировать После того, как его отжали И оно содержит где-то 75% олииновой кислоты Но также содержит высокий уровень полифенолов А также других биоактивных компонентов Которые теряются при очищении рыбьего жира И таким образом мы это добавляем через оливковое масло И хорошо, что полифенолы из оливок Имеют множество тех же свойств, что и флоротанины из рыбы И поэтому могут заменить их И это та простая причина Почему мы используем смесь рафинированного рыбьего жира И масло холодного отжима То есть баланс с ойл по сути Это больше ближе к натуральному рыбьему жиру Чем к рафинированному Ола, мы видим презентацию Мы можем продолжать Хорошо, спасибо Ну, так для меня будет гораздо легче Оригинальный анализ Balance Test Это анализ с 2008 года И это анализ сухой капли крови Когда вы колете иголкой палец И собираете на специальную фильтрованную бумагу Капли крови И эта бумага И капли крови содержат Жирные кислоты 11 жирных кислот Достаточно быстро капля высыхает И что происходит Уменьшаются все биориски И совершенно спокойно Можно этот кусочек бумаги С сухой высохшей каплей крови Отправить обычной почтой в лабораторию И лаборатория использует Лаборатория Используется лаборатория Витас в Осло В Норвегии И они проводят экстракцию Жирных кислот Из капли крови И делают анализ Проверяя количество И содержание разных жирных кислот Изначально Была подготовлена публикация Галии в университете Милана И затем В том же университете Милана Использовалась эта техника Другими учеными Для научных методов Научных исследований Начиная с 2008 года И в целом сегодня Витас около 600 тысяч анализов Выполнил И если мы продолжим Мы увидим некоторые результаты Этих анализов Но прежде всего Нужно было выбрать Жирные кислоты Которые Витас будет проверять И эти жирные кислоты Они получаются в результате Метаболизма Обмена веществ И жирных кислот И прежде всего Мы измеряем Пальмитиновую и стеариновую кислоты Они насыщенные кислоты И они составляют От 71 до 80 процентов Вторая группа Это олеиновая кислота Это омега-9 кислота 22-26 процентов В крови В зависимости от питания От диеты Третья группа Это омега-6 Полиненасыщенные жирные кислоты Самые важные И их около 40 процентов В крови Независимо от питания И зависимо от диеты Но более или менее И последняя группа Это омега-3 Полиненасыщенные жирные кислоты И это, конечно же Альфа-линолевая кислота Это экозапентоэновая И докозагексоэновая кислоты И, конечно же, их содержание Тоже зависит от питания И 98-99 процентов Жирных кислот в крови Измеряется И если посмотреть на результаты Что влияет Это связано с воспалением Иммунитетом Циркулирующими в крови Липидами Сердечно-сосудистыми заболеваниями Также связь с нарушениями Развития нервной системы Или зрения Депрессия И также когнитивные процессы Связаны с этими жирными кислотами В 2008 году Мы также посмотрели Как мы можем рассчитать Некоторые индикаторы Показания здоровья На основании жирных кислот Содержащихся в крови И которые получены В результате питания И в 2004 году Была публикация Профессора Вилева Харриса Из университета Южной Дакоты Он ввел индекс омега-3 Как независимый показатель риска Сердечно-сосудистых заболеваний И он предложил проверять Эритроциты красной кременной тельца Для того, чтобы выяснять Содержание козапентайновой Это козапентайновой кислот Которых должно быть 8% Омега-3 И в 2008 году Был введен баланс Омега-6, омега-3 Его ввели профессоры Бруно Берро и Анжело Ризо И целевое значение Для этого показателя Должно быть менее 3 к 1 То есть арахидоновой кислоты Не более чем в 3 раза больше По сравнению с ЭПК Экозапентайновой кислоты Для того, чтобы был показатель Баланса воспаления Если мы продолжим Имея инструменты Анализа сухой крови Проще контролировать Биодоступность кислот Омега-3 кислот В диете В нашем ежедневном питании Включая балансоэл Потому что Когда мы едим Пища поступает в желудок Начинает гидролизироваться И далее смешивается С кислотами в тонком В тонком-таки кишке И они затем транспортируются В печень И там могут образовываться Мелкие частицы холестерина Например, холестерин Липопротеинов низкой плотности И они транспортируются Таким образом Производится транспортировка Жира в крови Стоком крови И можно измерить Биодоступность И мы называем это Значение уровнем Омега-3 И очень просто Это самый простой способ Измерения биодоступности Сколько содержится В крови И если мы продолжим Жир же в крови Переносится и поступает В клетки И там он используется Для производства энергии И для строения Клеточных мембран И фактически Клеточные мембраны Являются местом Хранения жирных кислот В клетках И здесь Тоже можно смотреть На биодоступность Потому что Мы можем измерять Индекс омега-3 Используя Эритроциты Как предложил Профессор Харрис Есть простое соотношение Между уровнем Омега-3 И индексом Омега-3 Это математическое соотношение Его легко Рассчитать Используя индексы Уровень омега-3 И что интересно Индекс омега-3 Всегда немного выше Чем уровень омега-3 И если вы достигаете Целевого уровня То вы всегда достигнете И целевого индекса Омега-3 Целевого показателя Омега-3 Просто так легче Измерять всю кровь Чем какие-то отдельные элементы Как например эритроциты Но конечно же Есть еще один вопрос Если вы потребляете Слишком много жира То излишки будут храниться В специальных жировых клетках Это основной путь для жира В вашей диете В вашем питании Следующий шаг Выяснить Сколько баланс ойл Нам необходимо употреблять Каждый день Чтобы достичь Целевых значений Показателей И После Измерения Было выяснено Что 0,2 мл на килограмм Веса тела Измерением С помощью Теста анализа сухой крови Капли крови И 20 миллилитров Если вы весите 100 килограмм То есть это 3 грамма ЭПК и ДКК И 3 3 Грамма Это даст вам Примерно 8% Уровня Омега-3 в крови Если вы весите 100 килограмм Если вы весите Только 50 килограммов То вам нужно Только 10 миллилитров В день А если 65 То только 13 миллилитров С двумя Граммами Для того Чтобы достигнуть Тех же 8 целевых Процентов Кислот В крови И Затем Прежде чем Мы Начнем Говорить О В более крупном Масштабе Нам нужно Поговорить О безопасности Безопасно ли Балансоил И В соответствии С Европейской Организацией Безопасности Пищи Употребление 5 грамм Омега-3 Не вызывает Негативных Эффектов Реакции У здоровых Детей И взрослых И что важно При Окислительной Стабильности В организме И Употребление 5 грамм Омега-3 Ежедневно Не повышает Риск Кровотечения Даже для Тех Кто Употребляет Кроверазжижающие Препараты И 30 миллилитров Балансоил Содержит 5 грамм Омега-3 Это Ежедневная Доза Которая Требуется Для человека Весом 167 Килограмм И Еще одно Важное Указание Об окислительной Стабильности В организме Нам Требуется Достаточно Стабилизирующих Компонентов Масли Чтобы Обеспечить Такую окислительную Стабильность И у нас Есть два Компонента В балансоил Одно Это полифенолы Из оливок И в соответствии С европейским Органом Безопасности Продуктов питания При употреблении 5 миллиграммов В день Полифенолов Это Обеспечивает Защиту Липидов Жиров Крови От окислительного Стресса При Окислительной Стабильности В организме Витамин Е 15 миллиграмм В день Обеспечивает Защиту Клеток От Окислительного Повреждения При Окислительной Стабильности В организме Вопрос Сколько Ну конечно же Как найти Правильный Баланс Между Переработанным Рыбьим Жиром И Маслом Оливковом Холодного Отжима И давайте Посмотрим На следующий Слайд Это Исследование Для подтверждения Механизма действия Который Был Проведен В рамках Европейского Проекта Который Назывался Enrich Mar 2014 Было Несколько Групп По 40-50 Человек Каждой группе Была группа Которая Получала Йогурт И другая Группа Которая Получала Плацебо И В течение 10 недель Они это получали Йогурт С баланс Оил Или Плацебо И Давайте Посмотрим Мы Видим Что Не было Изменений В Окислительной Стабильности Как в группе Плацебо Так и в группе Которая Получала Баланс Оил И Была Обеспечена Окислительная Стабильность В организме В 2014 Году Зинзина Купила Компанию Bioactive Foods АЭС И До этого В 2012 Году Было заключено Соглашение О распространении Между Bioactive Foods И Зинзина И В следующем Году 10 Лет С тех пор Как было заключено Это Соглашение И Затем Можно Перепрыгнуть На Сегодняшний День Когда Мы Можем Поговорить О Мы можем Говорить О том Что было Проведено Почти 600 Тысяч А именно 579 515 Анализов И Каково Соотношение Для Баланса Омега-3 При Использовании Балансоил Можно сравнить С 2009 Годом И Каждая Точка Показывает Результаты Вы видите Очень много Результатов За каждой Точкой Прежде всего Мы Увидим Что если Вы Ниже 3 К 1 То У вас Всегда Будет Выше 8 Процентов В Показателях И Этот Показатель Фактически Идентичный Показатель Уменьшения Риска Сердечно-сосудистых Заболеваний Идентичен И Для Людей Которые Сдают Баланс Тест Если Они Принимали Баланс Оил Или Другое Какое-то Препарат С омега-3 И По сравнению С теми Кто Не Употребляет Омега-3 Мы Видим Что 17 К 1 И 3 С половиной Процента У тех Кто Не Употребляет Для Тех Кто Употребляет Их 70 Тысяч 10 К 1 У них В среднем По сравнению С Другими Группами И 4,5% В среднем И Группа Людей Которые Принимают Баланс Оил 126 Тысяч У них В среднем 6% Содержание В крови В крови И Если мы Видим Более Высокие Значения Омега-3 Справа Те Кто Не Принимает Омега-3 У них Конечно Низкие Показатели Омега-3 И мы Посмотрим На различия Между Этими Двумя Группами И Сначала Мы Посмотрим Группу Жирных Кислот И Увидим Если Вы Не Используете Омега-3 И Начинаете Использовать Баланс Оил Тогда Уровень Насыщенных Кислот Будет Менять Проценты И Будет Снижаться На Проценты И Омега-6 Будет Очень Маленький 7 Десятых Процентов Увеличение Омега-3 Будет Увеличиваться На 6 И 7 Десятых Процента То есть Можно Сказать Что Когда Вы Используете Баланс Сойл Вы Замещаете Эти Жиры В Кисло В Крови Правильными Жирами И Таким Образом Это Это Был Ключ Рекомендации Скандинавских Органов Здравоохранения Это Увеличивать Полиненасыщенные Жиры За счет Насыщенных Жиров В Крови Почему Они Так Рекомендовали Потому Что Они Хотели Понизить Содержание Холестерина В Крови В Население Потому Здесь Это Очень Эффективный Способ Использовать Для этого Баланс Сойл И Это Для Меня Были Удивительные Результаты Вот Этого Большого Количества Баланс Тестов Давайте Перейдем От Групп И Пойдем Отдельные Жирные Кислоты И Мы Увидим Что Основные Показатели Которые Меняются Которые Заменяются При помощи Эйкоза Пентееновой Докоза Гексиеновой Кислоты Это Пальмитиновая Кислота И Алииновая Кислота И Что Здесь Правильно Почему Здесь Правильный Подход Потому Что Тело Если На самом Деле Берет Основные Жирные Кислоты Эйкозагексенную Докозапентаенную Кислоту И Заменяет Такие Не Основные Как Пальмитиновая И Алиновая Которые Тело Может Получить Из Других Источников Поэтому Это Очень Правильно Для Тела Вместо Того Чтобы Заменять Омега 6 Они Заменяются Мононенасыщенными Хорошо Я Скажу Что Это Очень Правильный Способ Для Тела Использовать Это Давайте Посмотрим На Пользу Концепции Балансойл И Начнем С того Что Рассмотрим Метаболизм Чтобы Понять Пользу Балансойла Важно Понять Эту Концепцию Пожалуйста Давайте Переключим Дальше И мы Увидим Те кислоты Которые Измеряются Баланс Тестом И которые Вызывают Меньше Воспалительной Реакции Эти компоненты Производятся Когда из Клеточных Мембран Высвобождаются В клетку Эти кислоты И ЭПК ДКК И Эти кислоты Производят Меньший Воспалительный Ответ И давайте Еще раз Щелкнем По слайду И Одна из кислот Арахидоновая Кислота Производит Больше Воспалительных Компонентов То есть Есть Те Которые Делают Больше Воспалительный Ответ А те Которые Меньше Воспалительный Ответ И тогда Как это Связано С пользой Балансойла Давайте Посмотрим На ситуации Риска Конечно Это полиненасыщенный И их Метаболизм Очень важен При травмах При каких-то Повреждениях На каких-то Инфекциях Бактериальных Вирусах Или Что всегда Происходит У вас Тут же Есть В местных Тканях Сильная Воспалительная Реакция И есть Две Ситуации Одна Ситуация Когда вы Используете Балансойл И Есть Сравнение Между содержанием Архидоновой Кислоты И Экоза Кислоты Тогда вы Видите Архидоновая Кислота Высвобождается И Вызывает У вас Какую-то Температуру Сыпь Например Или Боль Или Какие-то Плохие Какое-то Плохое Состояние Здоровья При воспалении И Обычно Что происходит Вы чувствуете Что у вас Неприятное Состояние И Вы Будете Пытаться Если вы Не используете Балансойл Находить Какие-то Обезболивающие И Так Далее Однако Если Этой Реакции Бы Не Было А это Важная Острая Реакция Тогда Вы Были Беззащитны От Микробов Травм И Так Далее Так Что Это Очень Важно Но С Другой Стороны У Нас Ситуация Такова Что Если У вас Очень Высокое Содержание Архидоновой Кислоты То Это Также Риск В отношении Того Что Касается Хронического Воспаления Которое Может Разработаться Как Низкое Уровень Хронического Воспаления По По Многим Причинам Поэтому Лучше Иметь Сбалансированную Ситуацию Между Архидоновой Кислотой И АПК Чтобы Не Было Вяло Текущего Постоянного Воспаления Который Является Одним Из Путей К Дегенеративным Заболеваниям Еще Одна Ситуация Давайте Пойдем Дальше Еще Одна Ситуация Это Когда Мы Говорим О Сбалансированной Ситуации В Мембране Клетки Между Архидоновой Кислотой И АПК Это Также Приводит К чему У вас Сначала Тоже Острая Воспалительная Реакция Скажем На травму Или на Микробов То же самое Высвобождается Вот эта вот Температура И так далее У вас Воспалительная Реакция В местных Тканях Но В этом Случае Что важно Что Когда Происходит Эта Реакция Она Далее Не Переходит В Ситуацию С хроническим Воспалением Или же В Развитие Заболеваний Образа Жизни Риск Снижается Когда Есть Баланс То есть Здесь Вопрос В том Что Есть Потребность В острые Воспалительные Реакции Но Необходимо Профилактировать Профилактика Воспаление Хронического Воспаления Хорошо Теперь Хочу Показать Вам Некоторые Примеры У меня Здесь Есть Диаграммы Которые Мне Показались Интересными Первое О параметрах Настроения Это Было Опубликовано Различными Исследователями Уже В 2007 Или 2008 Году А может быть Даже раньше Это был Профессор Риццо И они Рассматривали Здоровых Участников У которых Было Высокое Соотношение Между Орхидоновой Кислотой И ЭПК И Им Рекомендовали Высокое количество Омега-3 Чтобы Снизить Это Соотношение До Ниже Чем 5 К 1 В то время И они Смотрели На Параметры Настроения То есть Злость Тревога Усталость Депрессия Спутанность Энергия И все эти показатели Двигались В правильном направлении Чтобы у людей Была Лучшая ситуация То есть Когда они Балансировали Вот эти Жирные кислоты То у них Ситуация с настроением Была лучше Чем у тех Кто не балансировал Если мы Посмотрим На детей У которых Поставлен Диагноз Гиперактивности То там Происходит То же Самое Когда У них Есть Баланс То Недостатки Внимательности И гиперактивность Были снижены Это конечно Не лечение Но по крайней мере Были улучшения В этой группе Давайте Перейдем Которая Ситуация Которая Кажется Очень Интересная Это вопрос Астмы А также Будущих мам Которые Обычно Принимали Меньше Чем Три десятых Грамма В день Это как раз Красная Часть Графика И им В исследовании Попросили Во время беременности Увеличить Употребление До 2,4 грамма И Таким образом Легко достигалось 8 процентов Содержания В крови И вот что Интересно Что затем Следили За детьми После рождения До 5-летнего возраста И обнаружили Что за 5 лет Более половины Детей 54 процента Детей То есть Снижено Было Хрипы Или астма В первые 5 лет Жизни В сравнении С контрольной Группой То есть Очень легко Было Достигнуть Хорошей Ситуации Последний Пример Который Я хочу Привести Он Касается Артериального Давления И Было Проведено Исследование С участием Людей С повышенным Давлением Или Гипертензией Их Рандомизировано Разделили На 3 Группы И Участники Были Старше 50 Лет Одна Из Групп Получала Омега 3 В виде Порошка Другой Группой Были Обогащенные Продукты Питания И Третья Группа Контрольная Группа И Они Получали 1,5 Грамм Омега 3 В день Из Балансоил И Выяснилось В конечном Итоге Что Две Группы Которые Принимали Балансоил Они Уменьшили Давление Понизили Давление На В среднем На 7 Миллиметров Столба По сравнению С контрольной Группой Которая Не Получала Омега 3 И Есть Также Исследования 20 разных Исследований Их результаты Были опубликованы В Ланцете В 2015 Году И 123 Исследования Общее Количество Участников Более 600 Тысяч И В Объяснении Этих Исследований Показано Что При Понижении Высокого Давления На 10 Миллиметров Тутного Столба Уменьшается Смертность Кардиоваскулярных Или сердечно-сосудистых Заболеваний На 13% И При Понижении Высокого Астреального Давления Уменьшается Пропорционально Смертность Сердечно-сосудистых Заболеваний И Если Обратиться К Европейскому Органу По Безопасности Продуктов Питания Они Или Эфса Они Указывают Что Употребление 3 грамм Омега-3 Коза Пентаэновый Докоза Гигзейновый Кислот Каждый день Обеспечивают Поддержание Нормального Артериального Давления И Таким Образом Уменьшают Уровень Триглицеридов В крови И Ученые Проверили Употребление Такого Количества И Если Участники Принимают Обычное Количество Болансоил То Если бы они Употребляли То Можно было бы Добиться И Лучшего Понижения Более Значительного Понижения Артериального Давления Здесь Вы Видите Обобщение Хронического Воспаления Изучение Этого Вопроса И Воздействие На здоровье При Повышении Употребления Омега-3 И Обеспечение Баланса В соотношении Рахидоновой Кислоты И Козапентайновой Кислоты И Вы Видите Что Можно Улучшить Ситуацию При астме Уменьшить Артериальное Давление Уменьшить Смертность В результате Вторичной Профилактики Сердечно-сосудистых Заболеваний Понизить Воспаление У пациентов С артерием И нормализовать Здоровье В зависимости От уровня Омега-3 И Баланса И Конечно же Есть И В Долгосрочной Перспективе Влияние На Развитие Хронического Воспаления Которое Приводит К возникновению Болезни Я хотел бы Закончить Свою Презентацию Показав Вам Некоторые Последние Результаты И Конечно же Мы задавались Вопросом Отличается Ли Такой Натуральный Рыбий Жир Баланс Оил От Других Препаратов С омега-3 Или Рафинированного Рыбьего Жира В отношении Биоактивности И Мы Посмотрели На энзимы Полиненасыщенных Жирных Кислот И Когда Мы Перейдем К следующему Слайду Мы Увидим Что Первый Энзим Первый Фермент На который Мы Посмотрим Это Элангаза Которая Необходима Для Полиненасыщенных Жирных Кислот И Каждый Пункт Каждая Точка На Графике Это В среднем Тысяч От Тысяч И Семнадцати Тысяч Баланс Тестов И мы Видим Явную Разницу Между Теми Кто Принимает Баланс Оил И кто Принимает Другие Перепараты Содержащие Омега-3 И я Знаю Что Это Еще будет Частью Более Поздней Презентации Которая Будет Описываться Что Это Означает И Вы Можете Видеть На Графике Что Омега-3 Больше Стимулирует Этот Энзин Чем Баланс Оил И Баланс Оил Как Натуральный Рыбий Жир И Другие Препараты Омега-3 Или Рафинированный Рыбий Жир Они По-разному По-разному Воздействуют На Энзим И Лангазу И Давайте Посмотрим На Дезатуразу 5 Которая Катализирует Изменения Из Линолевой Кислоты В Орхидоновую Кислоту Трансформация И Это Особый Энзим Потому Что В Популяции Можно Найти Много Разных Вариантов Этого Энзима И Варианты Влияют На Уровень Рахидоновой Кислоты В Крови И Если Посмотреть С точки Зрения Популяции То Можно Ожидать Что Рахидоновой Кислоты Не Будет Одного Целевого Значения Будет Широкий Профиль В популяции Из-за Генетических Вариантов Этого Энзима И Если мы Еще раз Нажмем На Кнопку То Мы Сможем Увидеть Что Вот Именно Это Происходит Если Посмотреть На Результаты Баланс Теста Вы Видите Примерно 91 тысяча Здесь Употребляют Баланс Вол И Примерно 52 тысячи Другие Омега Три И Мы Видим Профиль Арахидоновой Кислоты Пиковые Значения Примерно 8-9 Процентов Самые Низкие Указаны На слайде Но Давайте Посмотрим На Левую Часть Пиковых Точек И До Низких Уровней Вы Увидите Что Здесь Доминируют Те Кто Принимает Баланс Вол А если Посмотреть На Высокие Значения Арахидоновой Кислоты То Это Будут Те Кто Употребляет Другие Омега Три Препараты Омега Три Это Желтая Желтый Столбик Он Выше Синего Явные Различия Между Баланс Оил Натуральным Рыбьим Жиром И Рафинированным Рыбьим Жиром В отношении Их Биоактивности И Я думаю Что Это Будет Очень Интересная Презентация Которая Можно Будет Позже Тоже Увидеть И Послушать То есть Вам Продолжим И Перейдем К Следующему Слайду И Это В заключении Обобщение Концепция Баланс Оил Это То Что Я Называю Задокументированной Концепцией На Основе Исследований У нас Есть Баланс Тест Это Анализ Сухой Капли Крови Для Обнаружения Получения Сведений ВИТОС Лаборатория Мирового Класса Для Проведения Анализов И Баланс Оил Это Надежная И Безопасная Пищевая Добавка На основе Науки Чтобы Помочь Здоровому Старению И Баланс Оил Это Биоактивный Натуральный Рыбий Жир Более Похож На Жирную Рыбу Чем На Рафинированные Омега 3 И Если Мы Вспомним Об Инуитах Эскимосах У У них Не так Много Было Сердечно Сосудистых Заболеваний Как У Европейского Населения Популяции Именно Благодаря Омега 3 И Реальность Заключается В том Что Эскимосы Например Гренландии Они Не Употребляли Рафинированные Рыбий Жир Ликоцентрат Омега 3 Они Употребляли В пищу Рыбу Водоросли И Именно Поэтому Мы Стараемся Как Можно Более Похожим Сделать Боланс Оил К Рыбе Спасибо За Ваше Внимание Замечательно Я Прошу Прощения За Технические Неполадки Это Со Всеми Бывает Сейчас Бывает Всякое В любом Случае Мы получили Огромное Количество Вопросов И Люди Задают Вопросы Касающиеся Науки Касающиеся Того О чем Вы говорили Поэтому Спасибо Я сейчас Позволю Оил Перевести Дыхание И Хочу Сказать Что Я бы Хотел Ответить На Прямой Вопрос И Я Являюсь Частью Рабочей Группы В Великобритании Которая Занимается Ковидом И Выздоровлением После Ковида И Был Задан Вопрос Вопрос О человеке У которого Есть Ковид Или он Восстанавливается После Ковида И это Поведенческий Вопрос Так же Как и Вопрос Связанный С патологией Вызванной Вирусом Как Можно Преодолеть Эту Проблему Конечно же Изменением Поведения И мы Должны Составить План Питания Чтобы Они Не Искали Пищу Когда чувствуют Себя голодными Как это обычно Происходит Но Чтобы Питание Было Очень Важным И Помогло Бы Преодолеть Негативные Последствия Воздействия Вируса На Организм И Конечно же Необходимо Это поддерживать Меняя Поведение Есть Потреблять Те продукты Которые Полезны Которые Необходимо Употреблять А не Которые Хочется И Это же Подтверждается И Исследованиями Если их все Смотреть Это Занимает Большое Время Но Можно Таким Образом Восстановить Путь Реакции Или Ответа Но Необходимо Отрегулировать Изменить Поведение Необходимо Изменить Питание Нужно Понимать Что Ешь И Конечно же Это Нужно Делать В партнерстве С самим Человеком Нужно Достигнуть Согласия И Конечно же Нужно Время Потому что Если Сразу Загрузить Все Эта Информация Они Просто Не будут Все это Выполнять Но Необходимы Небольшие Консультации Ну Я Конечно Могу Попробовать Еще На Вопросы Какие-то Пару вопросов Ответить Но Мы Конечно же Заинтересованы И Ваших Ответах И Мы Знаем Что Есть Больше Жирных Кислот Почему Именно Эти Были Выбраны Для Анализа Почему Эти Жирные Кислоты Они Были Выбраны Напрямую Потому Что Они Являются Частью Метаболизма Частью Обмена Веществ Жиров И Все Вместе Составляют Примерно 99% Жирных Кислот Которые Измеряются В ходе Анализа Крови Сначала Мы Измеряли Только Две Жирные Кислоты Арахидоновую И ЭПК Потому Что Мы Смотрели На Баланс Но Затем Мы Решили Расширить Тест И Добавить Девять Еще И Они Были Выбраны Как Основные Главные Жирные Кислоты В Метаболизме Жиров В Организме Или В Крови Мне Очень Нравится Этот Ответ Почему Во-первых Он Рисует Очень Четкую Картину И Переводит Нас К Следующему Вопросу Который Часто Задаются Как Раз Почему Соотношение Основано Именно На Орхидоновой И ЭПК Ну Во-первых Должен Сказать Что Орхидоновая Кислота Это Единственная Жирная Кислота Которая Как Раз Вызывает Воспалительный Ответ Поэтому Что Что касается ЭПК Это Участвует В Другой Серии То есть Она Менее Воспалительная Чем Орхидоновая Которая Является Воспалительной То есть По сути Эти Две Именно Кислоты И Являются Сигналом О Балансе Воспалительных Процессов Легче Всего Именно С них Это Считать Конечно Есть Другие Кислоты Которые Влияют На Другие Параметры В Теле Есть Другие Показатели Но На Этой Презентации Я хотел Сосредоточиться Именно На Этих Двух И По Историческим Причинам Также Это Были Первые Кислоты Которые Исследовались В Этой Сфере На самом деле Это Опять Таки Нас Направляет К Следующему Вопросу Относительно Того Что Некоторые Исследования Бросают Вызов Соотношений Которые Больше Соответствуют Этому Индексу Восьми Процентов И Мне Просто Интересно Что Вы Думаете По Поводу Что Лучше Соотношение Или Индекс Ну Я В Этой Презентации Сравнивал Эти Две Ситуации Соотношение Индекса И Как я Показал Это В принципе Идентичные Направления Они Просто Начали Как Два Разных Показателя Но На мой Взгляд Сегодня Они Дают Нам Одинаковые Ответы Если Вы Находитесь В соотношении Ниже Три К одному Архидоновой КПК То Вы Всегда Будете В индексе Омега Выше Восьми Процентов То Я Сегодня Рассматриваю Их Как Равные Показатели Которые Одинаково Работают Хотя Изначально Люди Рассматривали Ученые Рассматривали Как Разные Показатели Мне Нравится Использовать Оба Показателя Потому что Это Позволяет Нам Более Масштабно Смотреть На Этот Вопрос Это Интересно Что Вы Тоже Это Сказали Я Совершенно Согласен А Теперь Дальше Пойдем Есть Такие Вопросы Которые Я Раньше Не Слышал Есть Люди Которые Употребляли Балансоил Минимум 120 дней И У них Не Улучшался Индекс Или Соотношение Как вы Думаете Какова Может быть Причина За такими Явлениями Есть Определенный Процент Людей Для Которых Балансоил И наверняка Другие Добавки С омегой Не Работают Есть Такой Процент Людей И Сейчас Мы Считаем Что Некоторые Причины Лежащие В основании Этого Это Генетические Варианты Которые Влияют На уровень Как омега-3 Так и Орхидоновой Кислоты В крови Поэтому Я думаю Что Изучая Это Дальше Эти Генетические Варианты Вариативность Мы Думаю Найдем Там Ответы На этот Вопрос Этот Вопрос Мы Слышим Многие Годы И мы Пока Не могли Дать Хорошего Ответа Потому Что Не До Конца Были Знакомы С этим Вопросом Но Теперь Мы Мы Уже Сначала Кстати Видели Что Есть Такой Процент Людей Которые Не Показывают Таких Результатов Как Ожидается И Я думаю Мы Сейчас Уже Ближе К Решению Когда Мы Рассматриваем Генетическую Вариативность И Это Замечательно Когда У нас Есть Такой Огромный Набор Данных Это Огромное Преимущество Я В Пятницу Смотрел По-моему Уже Было 620 Тысяч Образцов И Это Неделю Растет И Это Конечно Позволяет Нам Все Глубже Разрабатывать Понимание Да Да Абсолютно Согласен Это Замечательная Ситуация Иметь Такой Огромный Набор Данных Не Только 600 Тысяч Анализов Но Количество Растет На 10 Тысяч В Месяц Так Что Это Огромная Возможность Если Если Мы Хотим Какие-то Особые Вещи Исследовать То Можно Это Сделать Это Замечательно И Любой Исследователь Который Слышит Это То Вы Знаете Что Н Это Количество Популяции И Это Улучшает Вашу Статистическую Точность А у нас По 10 Тысяч В Неделю Добавляется И так Уже Самому Большому Набору Данных В мире Так Что Это У нас На самом Деле Даже Роскошная Позиция Для Исследователей Теперь Немножко Другое Направление Вопросов Если Вы Не Я Понимаю Что Мы Уже Затянули Но Если Вы Не Против Мы Зададим Еще Пару Вопросов Вам Оле Опять Таки Довольно Частый Вопрос Доктор Пол Клейтон Всем Сообщает То Что Правда Что В природе Омега-3 Связаны С полифенолами И что Мы Сделали С баланс Оилом Мы Их Заново Связали Опять Таки Вернули Полифенолы К омега-3 И вопрос Тогда Вот В чем А Почему Просто Не Отделять Эти Полифенолы Изначально Если Все Было Проще То Вместо Полифенолов Мы Бо Взяли Флоротонины С омегой-3 И это Было Бо Так Как Делает Мама Природа В Растениях Или Выше По Цепочке Питания Но Дело В том Что У нас Есть Загрязнение Окружающей Среды И Из-за Этого Эти Загрязнители Они Тоже Собираются В рыбе И в рыбьем Жире И поэтому Законодательство Требует Удалять Вот эти Тяжелые Металлы И так далее И поэтому Мы Занимаемся Очищением И И очищение Конечно Убирает Также Запах Плохой И плохой Вкус Но На самом Деле Рафинирование Требуется Законодательством Чтобы Удалить Загрязнение И Конечно Таким Образом Мы Можем Позаботиться О том Чтобы Масло Было Безопасным Но Вопрос Как же Обратно Его Стабилизировать Масло Это Безопасное Но Нужно Его Правильными Компонентами Стабилизировать И Тогда Нужно Было Выбрать Компоненты Которые Имеют Те же Свойства Что Были Изначально У Флоретонинов Поэтому Я думаю Это Ключ Того О чем Пол Говорит Но Это Европейское Законодательство Оно Требует Очищать Ребежер И Есть Еще Один Вопрос На Который Я могу Ответить Я Понимаю Почему Люди Задают Эти Вопрос Речь Идет О Рыболовстве Важно Знать Что Зиньзина Зарегистрирована В друзьях Море То есть У нас Устойчивое Рыболовство Не такое Какое Вы видели В каких-то Документальных Фильмах По поводу Плохой Практики То есть Те процессы Которыми Мы Получаем Рыбий Жир Они Дружелюбны К окружающей Среде И это Очень Важно И Было Много Вопросов По поводу Конкретных Разных Заболеваний Но В корне Конкретного Заболевания Всегда Есть Какой-то Конкретный Индивидуальный Человек И Очень Трудно Индивидуальные Случаи Комментировать Это Было бы Наверное Даже Неправильно Но Я Хочу Сказать Люди Спрашивали Об употреблении Балансойла Для тех Кто Употребляет Антикоагулянты Я Я считаю Что Человеку Каждому Конкретному Нужно Консультироваться Со своим Семейным Врачом Который Ему Выписал Антикоагулянты Для того Чтобы Узнать Что нет Контриндикации Но Я Говорил Это Людям И даже На Медицинских Конференциях И Знаете Когда Вы Спросите Семейного Врача Нормально Или Нет Спросите Вот Можно Ли Мне Каждый День Есть Свежую Рыбу И Оливковое Масло Если Ответ Да То Тогда Вы Можете Употреблять Балансоил Потому Что Это И Есть Балансоил Да Это Правда Это Правда Это На самом деле Употребление Натуральной Пищи Балансоил Можно Определить Как Пищу Да Он Мог Быть На Любой Полке Любого Магазина Мне Приятно От Вас Это Слышать Потому Что Я Говорил Вы Знаете Иногда Люди Очень Сильно Реагируют Когда Слышат Слово Добавка Но Если Говорить По Сути Это Просто Хорошая Пища Это Просто Хорошая Рыба И Хорошее Оливковое Масло Поэтому Теперь Наверное Последние Пара Вопросов Насчет Беременности Недавно Австралийцы Сменили Своё Законодательство Они Поощряют Беременных Женщин Или Собирающихся Забеременеть Употреблять Достаточное Количество Омега-3 Ежедневно Там Было Множество Исследований Которые В открытом Допуске Которые Можно Читать И Они Говорят Что Хотят Чтобы У людей Была Рекомендованная Доза Они Не хотят Конечно Ее Превышать Но Иметь Хотя Достаточную Дозу И Употребление Балансоэл Как раз Позволяет Этого Достичь И В некоторых Других Частях Мира Тоже Рекомендуют Беременным Женщинам На Тридцатой Неделе Снижать Эту Дозу Но Я Хотел Посмотреть Что Советуют Вашей Географической Зоне Но мы знаем Что И ЭПК И ДГК Играют Огромную Положительную Роль В развитии Ребенка Поэтому Это Настолько Же Важно Как При Любых Других Вопросах Здоровья И Поскольку Мы Уже Сильно Затянули Время А люди Все еще С нами Наверное Они Наслаждаются Этой Презентацией И Тогда Давайте Последний Вопрос Наверное И Попросим Ола Просто Еще Высказаться Итак Последний Вопрос Поскольку Тонна Информации Поступала Где Задавали Вопрос Именно Об Анализе Сухой Капли Крови И Почему Мы Выбрали Этот Метод И Поскольку Вы Были При Самом Начале Этого Может Быть Вы Хотели Это Объяснить Очень Легкий Способ Две Причины На самом Деле Почему Мы Выбрали Именно Этот Анализ Во-первых Это Простота Что Человек Может Проколоть Палец И Взять Пару Капелек Крови Вместо Того Чтобы Колоть Вену И Извлекать Большой Образец Крови Это Одна Из Причин Вторая Причина Это Что Когда Нафильтрованной Бумаге Высыхает Эта Кровь Кстати Очень Важно Чтобы Она На воздухе Высохла Прежде Чем Отправлять В лаборатории Так Вот И Таким Образ Кстати Вы можете Это Простой Почвой Почтой Отправить Это В лабораторию Что Тоже Удобно И Можно Взять Этот Образец Крови Хоть В больнице Хоть В парке Хоть В джунглях Где Хотите То Есть Простота Взятия Образца А Результаты Доказаны Как Более Чем Достаточны И Именно Этот Способ Тестирования Сейчас Очень Сильно Становится Распространенным Это Кстати Не новая Технология Это Очень Хорошо Разработанная Технология Используемая Многие Годы И Кстати Хочу Объяснить Что В джунгли Идти Не Обязательно Чтобы Сделать Этот Тест Прежде Чем Мы Закруглимся И Скажем Пару Комментариев В заключении Ола Я хочу Сказать Что Мы Вам Очень Благодарны Ваша Презентация Ответила На Многие Вопросы Я Видел Как Шли Вопросы И Ваша Презентация Походу Отвечала На Них Но Может Вы В заключение Для меня Самая Важная Часть Относительно Балансойла И теста Это Что Балансойл Насколько Мы Можем Сегодня Утверждать Это По сути Натуральный Рыбий Жир Насколько Это Возможно Сделать Насколько Возможно Воспроизвести То Что Сотворила Природа В рыбах За Многие Многие Годы И Что Касается Того Что Есть Рафинированные Омега Три И Концентраты Омега Три Я считаю Что Это Очень Сильно Удаляет Нас От Того Что Разработала Мать Природа За Миллионы Лет Поэтому Мы Находимся Сейчас На Хорошем Уровне И Конечно Всегда Можно Улучшать Дорабатывать Продукты Находить Что-то Еще Лучше Добавлять Что-то Что Сделает Это Еще Более Эффективным В Долгосрочной Перспективе Но На данный Момент Я считаю Что Мы Выбрали Очень Правильную Стратегию Чтобы Произвести Что-то Что Будет Иметь Долгосрочные Результаты А Не Просто Какие-то Рафинированные Омега Три Как Быстрые Решения Для чего-то Спасибо За Ваше Уделенное Время За Вашу Информацию Которую Вы Так Понятно Доносите До Людей Я Надеюсь Не Только Мне Но И Всем Это Понравилось И Всех Хочу Поблагодарить За то Что Вы Посвятили Своё Время С разных Частей Мира Для Того Чтобы Двигаться И Менять Этот Мир Здоровье По всему Миру Необходимо Улучшать Улучшать На уровне Общества И Спасибо Что Все Вы В этом Участвуете Мы 10 Июня Снова Встретимся Время Еще Будет Указано Наверное Примерно В это Время И На тот Момент Мы Выслушаем Известного Доктора Пола Клейтона Который Поделится Своим Пониманием И Я уверен Это будет Настолько Информативно Как И Интересно Поэтому Следите За Объявлениями И Спасибо За то Что Вы Во всем Этому Участвовали За то Что Участвовали Сегодня Жду Новых Встреч В дальнейшем Спасибо Ола Спасибо Всем Кто Это Организовали И Встретимся Вскоре Спасибо Конан